Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу, что будет с вашим телом, если делать планку каждый день. И самое главное, как это делать правильно, чтобы ваше здоровье было в норме, и вы не навредили себе. Досматривайте до конца, будет интересно. Первый положительный эффект планки – это, конечно же, усиление нашей мускулатуры. В первую очередь, нашего кора. Кор – это группа мышц, которая поддерживает внутренние органы. Вы, наверное, слышали выражение «паховая грыжа». Именно они возникают, если человек перенапрягается. И чтобы этого не происходило, ваши мышцы кора должны быть натренированы и развиты. Так что тренировать пресс нужно не только, чтобы выглядеть круто в зеркале, но и для здоровья внутренних органов тоже. Планка будет прокачивать прямую мышцу и косые мышцы живота, а также поперечную мышцу и выгодную мышцу девушкам – ягодицы. Следующий пункт – это мышцы спины. У планки есть очень крутое преимущество – она помогает развить мышцы спины. Она помогает развить мышцы без риска получения травм. Например, становую тягу нужно выполнять в безупречной технике, иначе это грозит проблемами со здоровьем, в частности со спиной. Но про планку нельзя сказать, что она травмоопасна. Ведь регулярное выполнение планки вам поможет укрепить не только нижнюю часть мускулатуры спины, но и верхнюю тоже. А развитая мускулатура в спине является очень крутой профилактикой от боли в ней. Боль в спине в основном возникает в результате неразвитости мышц спины. Так что планка нам поможет и в этом деле. Одно из самых крутых, что дает планка – это улучшение осанки. Ведь мы все знаем, что наша осанка посылает сознательный и бессознательный месседж нашим окружающим людям. Человек с хорошей осанкой воспринимается как уверенный в себе и привлекательный. Человек с плохой осанкой воспринимается как слабый и неуверенный в себе и автоматически менее привлекательный. Научно доказано, что оцениваем мы людей по тому, как сильно у них расправлены плечи. Так что если вы хотите выглядеть выгодно и хорошо, то осанка крайне важна. А именно планка в этом деле нам очень здорово поможет. Она укрепляет и мышцы кора и верхнюю часть спины, которую она тоже прокачивает. Также она влияет на мышцы нашей шеи и плеч, что крайне важно для осанки. Поэтому если вы будете часто делать планку, особенно в правильной ее технике, то это очень здорово поможет подтянуть вашу осанку. И уже буквально за месяц вы сможете заметить очень крутую разницу в зеркале. Следующий пункт идет метаболизм. Чтобы воздействовать на наш метаболизм, планка должна делаться регулярно. Только тогда эффект будет действительно заметен. Регулярно выполняя это упражнение, мы ускорим наш обмен веществ. И это позволит нам сбросить лишний вес. Мы будем сжигать больше калорий, одновременно с этим прокачивая нашу прямую мышцу живота. И поэтому через месяц, благодаря сумме этих упражнений, мы сможем увидеть кубики пресса. Следующий пункт это чувство нашего тела и умение держать баланс. Планка очень сильно поможет развить равновесие. Потому что выполняя это упражнение, мы отлично развиваем мышцы стабилизаторы. Это крайне маленькие мышцы, которые не видно в зеркале. Но они выполняют очень важную функцию. Потому что поддерживают наше равновесие. А умение держать баланс здорово поможет нам в любом виде спорта. Вы наверное задавались вопросом, сколько правильно держать планку. Кто-то говорит сколько можете, а кто-то придерживается нормативов. Но это все сугубо индивидуально. Если вы новичок и никогда не занимались этим, то попробуйте хотя бы 15-30 секунд. Главное никогда не увеличивайте продолжительность в ущерб правильной технике. Исследования показывают, что выполнять планку на самое длительное время не самый лучший выбор для вашего организма. Скорее рекомендуется выполнять несколько подходов. То есть простояли в планке сколько смогли, но не до полного отказа. Потом отдохнули 1-2 минуты и выполняем второй подход. И так делать по 2-3-4 подхода регулярно. Какие же есть плюсы и минусы этого занятия? О плюсах мы уже говорили. Это поддержка спины, прокачка ее мышц, а также мышц кора, прокачка мышц стабилизаторов и улучшение осанки, а также получение крутейшего метаболизма. Ну а делать ее можно везде, где есть поверхность, желательно ровная. Но есть также и некоторые минусы у этого упражнения. Первое из них, если не соблюдать правильную технику, то можно создать излишнее давление на позвоночные диски, поясницу и плечевые суставы. И другой минус, чрезмерное нахождение в планке может повысить кровяное давление. Именно поэтому мы уже обсуждали, что для здоровья нужно несколько подходов. И самая главная техника выполнения. Расскажу вам про самый классический вариант, который самый востребованный. Мы встаем в позицию для отжимания, сгибаем наши локти и переносим свой вес на предплечье. Важно, что наше тело должно образовывать одну прямую линию. Вместе с этим у нас подтягивается живот и все мышцы напрягаются. Наша голова и шея должны быть относительно расслаблены и свободны. Руки мы должны держать прямо перед собой, либо их скрестить. Иначе мы будем создавать излишнюю нагрузку. И на локте, и на плечи. Дыхание у нас должно быть медленным и размеренным. А вы занимаетесь этим упражнением? Пишите в комментариях. Смотрите другие ролики, они будут вам полезны. Подписывайтесь на канал и до скорого, друзья.